Друзья, привет! Продолжаем говорить о популярных аквариумных рыбках и герой сегодняшнего ролика неприхотливая и яркая разбора клинопятнистая. Не забывайте подписываться на канал и группу ВК Скалярики, именно в группе сейчас доступны комментарии и всегда можно обсудить тему ролика. На ютубе пока комменты закрыты, уж простите. Ссылка в описании, мы начинаем, приятного просмотра! Для начала должен заметить, что разборы клинопятнистые давно уже не разбора, а тригоностигма, латинское название на ваших экранах. Но думаю вы не сильно обидитесь, если я по привычке буду называть этих рыб разборами, тем более в магазинах они чаще всего встречаются именно как разборы. Разборы клинопятнистые редко вырастают более 4 сантиметров. Рыба очень популярна, благодаря интересному внешнему виду и активному поведению. Способна оживить даже хардскейп, хотя в аквариуме с живыми растениями, конечно, смотрится более выигрышно. Название свое получила из-за характерного рисунка на теле. Кстати, по форме этого рисунка можно с легкостью определить пол рыбок. Клин мужских особей острый, а у самок округлый. А еще самцы ярче окрашены, а у самок более округлая брюшка. В природе они встречаются в черноводных водоемах Юго-Восточной Азии, например, в Таиланде и Малайзии. Обычно это участки вдоль береговой линии, затененной растительностью джунглей. Содержать лучше стайка от 6 особей. Для содержания такой стайки подойдет аквариум от 40 литров. Комфортными будут следующие параметры. Температура от 22 до 28 градусов, кислотность в районе 6,5, но в природе может опускаться до 3,5 в зависимости от сезона. Жесткость от 2 до 10. В надлежащих условиях рыбы живут до 4 лет. Несмотря на то, что рыба достаточно неприхотлива, о фильтрации все же необходимо позаботиться. Может подойти и внутренний фильтр, например, Сичи Шарка ДВ-600, розыгрыш которого сейчас проходит в группе ВК. Фильтр имеет ряд интересных решений, например, крепление фильтрующих материалов на магнитах. Не будем отдаваться в подробности, обзор есть на канале. Итоги розыгрыша будем подводить уже 14 марта, поэтому обязательно подпишитесь в группу ВК, чтобы успеть принять участие. А сразу после запустим еще несколько розыгрышей с крутыми призами. Ссылочка в описании. Ну а если вы, как и я, фанат внешних фильтров, так как никакой внутренний фильтр никогда не заменит внешник, то можно рассмотреть фильтр Сичи Спейс Эко Плюс 100. Обзор на него тоже есть на канале. Напоминаю, что продукции Сичи всегда можно приобрести в интернет-магазине экзаменю, а вот чтобы успеть воспользоваться промокодом на скидку 10%, необходимо поторопиться, так как срок действия промокода ограничен. Вся информация и ссылки в описании. Отвлеклись, возвращаемся к нашим героям. Эти крохи предпочитают держаться в основном верхнем и среднем слоях воды. Плюс не забываем, что рыбы активные, поэтому свободное пространство для плавания просто необходимо. Характер этих рыбок очень миролюбивый, уживутся практически с любыми рыбами со схожим характером. Например, другими разборами, неонами, тетрами, шоколадными гурами и другими рыбами. Не стоит содержать только с более крупными хищными рыбами, например цихлидами, хотя со скаляриями уживаются превосходно. Что касается кормления, то в природе клинопятнистые разборы питаются в основном личинками насекомых и зоопланктоном. При содержании в аквариуме подойдут любые, как замороженные, так и живые корма, подойдут и качественные сухие. В общем, питание должно быть разнообразно, но стоит учитывать, что у клинопятнистых маленький рот, поэтому корм необходимо выбирать соответствующий. Питаются они в основном с поверхности, но и подобрать корм со дна тоже не побрезгуют. Вы уже знаете, что я не любитель заниматься разведением рыб и редко затрагиваю эту тему в своих роликах, но могу сказать, что разведение клинопятнистых разбор считается непростым занятием. В основном это связано с необходимостью в очень мягкой воде. Думаю, на различных форумах вы найдете подробную информацию без труда. А я на этом предлагаю закончить сегодняшнее видео. Всем спасибо за просмотр, увидимся уже через пару дней. Субтитры создавал DimaTorzok